В таком рисунке можно использовать руками, выдвигая петли, можно линейками. Вот у меня линейка 1 к 5 и 3 к 3. Они будут работать, как удобно. Рисунок очень симпатичный, его можно использовать в детских шапочках, такие как снежинки. Раппорт тоже простой. Две петли кромочные, как обычно, я оставляю. Теперь по рисунку 3 петли не работают, 3 работают. Значит, вот так, линейкой 1 к 3 мы выдвигаем наши иглы в работу. И проводим основной нитью 2 ряда. Все назад, проверяем язычки. Теперь, вот эти 3 петли у меня работали, теперь у меня будут работать вот эти вот, по одной. То есть, если у вас нет линейки, 3 работали и 3 работали. Вот так вот, между ними остается тоже 3. И вот средний из этих 3 нерабочих выдвигается вперед. Если не линейками, а руками будет. Ну, проще посмотреть рапорт, конечно. Там все понятно. 2 ряда отделочной нитью. Все назад. Опять, 3 петли не работают, 3 работают. 3 остаются, 3 в работу. Так, кромочные все у меня работают постоянно. 2 ряда основной нитью. Отделка основная меняется. 2 ряда отделочной, 2 ряда основного. Опять, все возвращаем назад. Видите, работали вот эти 3. Теперь средние вот эти вот петелечки выдвигаются вперед. Можно выдвигать руками, вот так вот. У кого нет линейки, у кого есть линейка, и тем более большой какой-то объем, гораздо удобнее это сделать линейкой. 2 ряда. Назад иголочки. Теперь наоборот. Вот мои 2 кромочные. 3 петли первые работают. 3, 3, 3. 2 ряда основной нитью. Видите, я люблю фанговые рисунки за их простоту, быстроту и красоту. 1, 2. Все назад. Они повторяются очень часто, потому что большие протяжки быть не должны. И, как правило, наши линейки в этом очень помогают. Так, средние теперь. Иголочки. 2 основные. Ой, 2 отделочные. Очень красивая детская шапочка. Кофточка. Получится. 1, 2, 3, 3, 3. И основной нитью. Язычки. Желательно не сбивать. Тяжело поднимать фанговый рисунок. И последний раз выдвигаются по одной иголочке. 2 отделкой. Собственно, и весь рисунок. Вот так вот он выглядит. Сейчас провяжем несколько рядов. Так, отделочную можно убрать. Несколько рядочков основной. И посмотрим, что у нас получилось. Самое интересное. Потому что, судя по рапорту, очень тяжело сказать, что это будет за рисунок. Смотрим, что же вышло. Вот такие вот, как снежиночки у нас получились. Для оформления детской шапочки очень симпатично. Кофточки, шапочки. Очень нежные и красивые снежинки. Продолжение следует...